всем привет дорогие друзья с вами гидон и у меня для вас новая распаковочка и обзор обзор самого ну насколько я видел и по моим впечатлениям мега навороченного геймпада и геймпад это дорогие друзья от компании trust master совсем новенький совсем свеженькая их разработка такого навороченного геймпада я еще не видел самая главная фишка этого геймпада это его модульность то есть этот геймпад может прямо на лету переделываться в геймпад от playstation 4 или в геймпад от xbox one этот конкретный геймпад официально сертифицирован под playstation 4 и пока очень интересная вещь мы сейчас его распакуем посмотрим и у меня даже есть дополнительный комплект модулей специально от 1 мастер спасибо итак друзья очень 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 солидная такая упаковочка картонка ну естественно стоит он конечно тоже немало здесь он у нас заклеен ну как всегда вот этой вот пломбочкой даже у нас две пломбочки и надо бы взять мой ножик нож со мной и можно резать резать прямо по живому друзья полностью модульная экосистема эти модули можно покупать отдельно этих модулей огромное множество здесь вот сзади на коробке нарисованы в разном стиле и желтые и красненькие синенькие в стиле хаки и различные триггер но мы еще это все конечно посмотрим вот здесь вот есть язычок такой за который наверное да мы тянем и хохохо он открывается он открывается коробка на магнитах сделана мы ее открываем ума вот он вот этот геймпад дорогие друзья и это действительно элитная штучка давайте теперь я сам посмотрю потому что только что вам показывал уложен он в мягкую такую вот но при этом твердую оболочку здесь у нас социальные сети трасс мастера трасс мастер и свеп про контроллер да именно так он и называется сверху стики закрыты специальной вот такой вот мягкой штучкой мы ее снимаем можно даже использовать ее вот в таких вот условиях я похож на енота правда хитрый енот достал новый контроллер себе буду его кстати опробовать в новый дэс трендин о боже мой выглядит он шикарно так давайте его вынимать сидит он здесь тоже очень 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 плотно сидит он здесь ух как плотно все мы его вынули вот он тут желтенький значок что инструкция находится где-то где-то внутри наверное под вот этим всем делом вот спрятана инструкция здесь есть еще одна коробочка это наверное кабель и давайте мы вынем вот эту вот вот эту вот оболочку так вынули да действительно инструкция находится здесь вот эти самые бумажки так больше в коробке ничего нет но коробка сама по себе конечно обалденная судя по коробке да да очень много здесь подробностей всяких и переключатели тут отдельные триггеры тут отдельные все это меняется все это настраивается с помощью программного опять же обеспечения можно менять пресеты пресеты можно менять на ходу даже но тут два давайте сначала я вам покажу конечно вот этот вот геймпад вот так вот он выглядит у нас так вот вот так вот он сверху выглядит вот они у нас кнопочки тут уго ничего себе это дырень сзади опять же сзади посмотрите тут вот у нас есть всякие разные кнопочки тоже дополнительные еще четыре кнопки сзади мы все это мы все это конечно рассмотрим вот такой вот геймпад здесь у нас траст мастер написано снизу у нас вход для микрофона и кнопки микрофон и чат наверное вот эти вот триггеры которые тоже в принципе меняются интересно конечно узнать как все это делается что я его только что распаковал в руках он держит лежит и никак и никак и xbox вский и никак playstation вский лежит в руках так вот так вот его надо держать вот так вот так вот так вот он держится собственно по звукам кнопочек давайте сразу пощелкаем это у нас бамперы триггер ну собственно стики крестовина кстати интересно то что крестовина сделано с нажимая нажатие на крестовину сделано щелчком ну то есть ты и тактильно понимаешь что ты нажал то есть с кликом и даже по звуку понимая что ты нажал ну сенсорная панель конечно нажимается кстати очень тихо тише чем на playstation 4 кнопки share options сама кнопка playstation так ну собственно x y треугольник x y крест квадрат треугольник круг они тоже кстати нажимаются с выраженным щелчком ну то есть ты понимаешь что ты нажал ты понимаешь что ты нажал да в этом есть плюсы несомненные вот эти кнопки задние вот вот эти вот задние кнопки которые вот здесь расположены да они тоже вот так у челкаются и в принципе они вот вот под эти вот пальцы которые лежат на самом геймпаде и на самом деле даже удобно потому что они расположены именно с наклоном то есть ты когда на них нажимаешь у тебя пальцы очень удобно лежат они прямо прямо на них ложатся на эти кнопки то есть под две кнопки у тебя пальцы всегда на них лежат. Главное, случайно еще не нажать. А другие две, ну, чуть-чуть пальцы поднимаешь. Но, кстати, удобно. Реально удобно все это лежит в руке. Вот, собственно, я уже снял одну из накладочек. Они магнитные. То есть... Опа! Вот так вот. По модулям, которые здесь есть, которые вынимаются. Давайте просто сразу... Вот так с виду не скажешь, да, что здесь есть модули, и что-то можно вынуть. Но я тяну за стик и вынимаю его. И там остается вот такая вот берень. Они все одинакового размера. То есть я могу вот эти вот самые стики вынуть и поменять их местами. И они будут точно так же работать. То же самое с крестовиной. Но здесь крестовину так просто не вынуть. Здесь специально есть отверстие в самой крестовине. Я думаю, мы сейчас распакуем вот этот вот наборчик. И там будет какой-нибудь специальный крючочек, которым можно вынимать... Вот, собственно, и он. Это даже не крючочек. Это отвертка с вот этой вот штучкой, которая вот как раз и вынимается с крестовины. То есть я беру сейчас вставляю, поворачиваю и вынимаю. Она тоже все на магнитах. Поэтому, допустим, если мы хотим сделать раскладку от PlayStation, то мы ставим эту всю... Ой, от Xbox'а. То мы ставим эту сюда. О, Господи. И крестовину мы ставим вот сюда. И у нас получается Xbox'овская раскладочка. Как видите, все точно как на Xbox'е. Можно даже два стика поставить в одну сторону. В общем, это будет очень странно, но тем не менее, это возможно. И это возможно. Я привык, собственно, к раскладке как на PlayStation, а не как на Xbox'е. Но, тем не менее, это отличная возможность. Все это меняется на ходу, на лету. Боковины тоже можно менять на разные другие. Триггеры. Триггеры, друзья, тоже триггеры можно менять. Зачем нужна вот эта вот отверточка, собственно? Ну, это я уже на ходу догадываюсь. Значит, на триггере есть винтик. Мы этот винтик выкручиваем. Так, винтик выпал. Триггер просто снимается. Просто снимается. Стоит здесь пустое место. Так, давайте, давайте-ка мы, друзья, возьмем теперь, ну, кстати, ну, кабель, да? Собственно, вот он кабель. Причем, он вставляется вот сюда. Вот он. Все. Все. Что-то я как-то через задницу ставил, на самом деле. Ну, вот, все. Вот он. Он сел, нормально. Провод в оплетке, USB-шник. Ну, собственно, вот так вот. Давайте-ка мы откроем коробочку с дополнительными модулями. Вот у нас коробочка с дополнительными модулями. Мне прислали желтые модули. Вот так вот они внутри у нас лежат. Тоже очень-очень-очень элитненько все упаковано. И давайте-ка на лету прямо сменим вот эти вот все модули на новые. Кстати, в наборе модулей дополнительно еще и стики другие. То есть они должны тоже сниматься. Вот сам этот блок со стиком. Мы этот стик, по идее, я не знаю, он откручивается или как, или просто стягивается. Ну, просто, просто он не стягивается, а он он отвинчивается. Ребят, он отвинчивается просто. Да. Мы его отвинчиваем и привинчиваем допустим, вот если мы хотим круглый, не с ямкой внутри, да, а круглый. Если мы хотим, то привинчиваем сюда. Раз, раз, раз. Все, у нас уже кругленький здесь готов. Поэтому давайте-ка вот заменим этот на вот этот. Видите? и собственно другие меняются по той же системе. Допустим, на одном стике ты хочешь кругленький, на другом с утоплением. Пожалуйста, не вопрос. Крестовина, крестовина опять же вставляется, вынимается. Очень просто. Берется крестовина из набора. Раз, готово. Встала на место. По накладкам, но тут совсем все просто. магнитные. Мы их просто вот так вот наоборот. Нет, это не та, не с той стороны. Вот, вот так вот ставим. Здесь убираем, ставим. Они магнитные. Как видите, геймпад уже преображается, он уже становится более индивидуальным. И курки. Курки у нас здесь тоже в наборе и они не такие, как идут в базе. В базе курок у нас вот такой вот, вот, коротенький. А здесь в наборе идут уже курки удлиненные. То есть можно более, больший ход у них будет, потому что они удлиненные в наборе именно. Так, мы его ставим, достаем винтик, собственно. Он очень маленький и в этом я вижу, конечно, некий минус в том, что отвертка не намагничена. Отвертка намагнитить было бы, конечно, бесценна для таких маленьких винтиков. Но, собственно, пара легких движений и наш курок, он уже здесь, длинный, на который можно нажимать более плавно. Здесь есть два углубления на самом курке, то есть более вдаль и более ближний. бамперы не меняются. Другой курок меняется по той же схеме. Вот так мы буквально за пару минут преобразили геймпад, поменяли все, меняется все, начиная вот, не меняются, только кнопки вот эти, вот эти кнопки не меняются, вот они остаются, ну и я просто, а, бамперы еще, да, тоже не вижу особой необходимости. Бамперы, кстати, довольно громкие, надо сказать, да, это будет проблемой при записи и их будет слышно на записи, но для игроков это совершенно никаких проблем не составляет. Кнопки поддерживают вот это крест, квадрат, треугольник до 5 миллионов нажатий, это я смотрю бонусы, да, можно настраивать, друзья, не только мертвые зоны стиков и их чувствительность, но также и курков можно настраивать, скорость хода и чувствительность курков тоже можно настраивать, это все делается через ПК, через специальную программу, которая скачивается с сайта. 5 миллионов нажатий тоже опять же на крестовине и более 2 миллионов на стиках, нажатия на стиках. Также еще есть одна важная деталь, которая мне очень-очень-очень-очень нравится. Здесь есть возможность вот на эти задние кнопки переназначать действия, переназначать действия с вот этих кнопок. То есть мне это очень нравится, потому что я не всегда люблю, ну то есть конечно к этому уже начинаешь привыкать со временем, когда долго пользуешься, но я не люблю приседать через нажатие на стик и начинать бег с нажатия на стик. Конечно к этому уже немножко начинал привыкать, но вот эта возможность перекинуть нажатие на кнопки стиков вот на эти задние кнопки для меня лично будет просто бесценна. Буду разбираться с программами, настрою, можно здесь два профиля предзаписательных геймпад и переключаться между ними также на лету в любой момент, ну и все остальное меняется уже более тонкие настройки через саму программу. Что ж, я буду с ним играть, я буду его тестировать и после этого выскажу вам уже свое финальное мнение. Итак, друзья, прошло достаточно много времени, чтобы я протестил этот новый геймпад. Я его тестил достаточно долго, по-моему, еще никакого из оборудования я так долго не тестил, прежде чем подвести финальную черту под всем этим. В общем, я прошел на ней, на нем, на этом геймпаде несколько игр и на ПК, и на PlayStation 4 тоже. Я играл в Death Stranding, играл в Black Set, играл в Need for Speed, и во что-то еще я уже подзабыл, если честно. А, в Darksiders, кстати, сейчас играю на нем. Вот, и можно теперь уже подвести итоги, сказать, что мне понравилось, что я прям в нем оценил, какие минусы меня ожидали после того, как я распаковал, уже действительно его проверил, начал тестить и узнавать, на что он способен и что он может. В общем, сейчас обо всем по порядку. Давайте начнем с таких немного негативных вещей, которые мне не понравились или которые я лично не ожидал увидеть, потому что в принципе они, конечно, не заявлены и это не технический какой-то дефект, но я почему-то ожидал их увидеть, потому что наверное у нас идет полное одобрение от PlayStation к этому контроллеру, то есть он полностью сертифицирован для PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro, конечно же, и я ожидал в нем увидеть гироскоп, его здесь нет, то есть в нем нет гироскопа, соответственно, BB вы с помощью него не покачаете. и еще одно отличие от стандартного геймпада для PlayStation 4, здесь нет беспроводной связи, ну это соответственно не какой-то супер мега минус, но опять же, если вы ожидали этого увидеть, то этого здесь нет, ну и кроме того это никак не скрывается, потому что здесь даже разработан специальный вот этот вот разъем для подключения и он особенный, правда я не пользуюсь, потому что у меня нет такой прям проблемы, что знаете, провод он может выскочить в какой-то момент и связь потеряется, но он специально вот такой здоровый разработан под это все, чтобы вы подключили и при каких-то случайных движениях геймпадом у вас этот провод просто так вот не вылетел, да, он сделан вот специально и в общем его даже так просто не вынешь, то есть надо хорошенечко потянуть, чтобы он выскочил оттуда, но это никак не мешает вам использовать какие-либо другие подключения по вот стандартному кабелю, я беру сейчас вот вот этот вот стандартный кабель от зарядки телефона или как вот вы можете подключить тот же самый геймпад от PlayStation 4 и я его подключаю, вот он сюда входит, ничто ему не мешает и ничто вам не мешает использовать этот уже провод, но он уже будет не так конечно устойчив, провод, который запатентован вот видите, он выскочил, запатентован для него специально, вот, но это не ограничение, то есть если провод у вас сдохнет, вот этот вот, который идет вместе, кстати, он очень классный и в тканевой оплетке, если вот что-то с ним случится, это не проблема, вы можете пользоваться стандартным, вы не попадете на то, что вам просто нужен будет новый кабель, а вам неоткуда его достать, потому что он специально для этого геймпада сделал, это плюс, кстати, вот, единственное, что конечно вот мне не зашло, это то, что здесь хотелось бы видеть гироскоп, то есть полностью функциональность игр для PlayStation ощутить именно на этом геймпаде, но если вот игра заточена именно в PlayStation под гироскоп, то вот нельзя будет этим воспользоваться, придется брать стандартный геймпад для PlayStation 4, если же гироскоп не задействован в игре, соответственно, вам пофиг и вы можете спокойно играть, потому что здесь есть и сенсорная панель, и она также точно работает, и никаких отличий больше нету от обычного геймпада, да, конечно, хотелось бы в 2019 году видеть беспроводную связь, но разработчики этого геймпада специально, специально делали вот этот провод, понимаете, то есть это как бы, это типа фича, понимаете, чтобы input lag был ниже, чтобы, ну, это уже такие киберспортивные немного штуки, именно для этого делался именно этот провод, в принципе, можно было, конечно, и беспроводное сделать, и это было бы более казуально, но учитывая, что стоимость этого контроллера не казуальная, он стоит примерно в районе 13 тысяч, учитывая это, он больше рассчитан уже на профессиональных игроков, которым не так важен комфорт, сколько важна функциональность именно геймпада, то есть, чтобы задержка между сигналом была минимальная и все прочее. Так, что мне особенно понравилось? Во-первых, очень приятны вот эти кнопки, тактильно, они очень приятны, ты нажимаешь и ты чувствуешь нажатия, они не мембранные, они сделаны как кнопки мыши, то есть, это очень приятно, ты, каждое нажатие, ты сразу чувствуешь, что так, ты нажал, 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 то есть, ты уже чувствуешь, тебе не надо кнопку продавливать до самого конца, чтобы наверняка нажать. Также, ну, я пока что еще не говорю о системе замены модулей, потому что это действительно является короной этого геймпада, точно такие же у нас кнопки вот здесь, на крестике, вот, тоже ты прям сразу нажимаешь, и ты прям сразу чувствуешь, что ты нажал, это тоже большой плюс. Стики, ну, в принципе, стики стандартные, я бы не сказал, что здесь что-то супер-мега особенное, да, вот эти вот задние кнопки, они прекрасно ложатся под пальцы, и мне лично было очень удобно, я сразу же в профиле настройки переназначил нажатие стиков на вот эти вот кнопки, которые у нас находятся вот здесь вот, сзади, это удобно, еще здесь есть две дополнительные, то есть их четыре здесь сзади, эти две я не использую, мне как бы столько не нужно, но я на них еще и бамперы перевесил, то есть тоже, в принципе, удобно. Два профиля, которые переключаются нажатием одной кнопки, это тоже очень классно, и профили, соответственно, вот эти вот настраиваются через программу, вы подключаете геймпад к компу, запускаете программу, и там очень простая настройка, перекидываете одну кнопку на другую, другую на третью, и так далее, как хотите, сохраняете эти профили сразу же в геймпад, и уже потом на лету переключаете, на PlayStation вы играете, на компе вы играете, это не важно уже, когда настройку произвели, дальнейшее подключение ему не требуется, он работает, как обычный геймпад, все сам в себе запоминает, все там уже в самом, внутри. Вот такую вот конфигурацию я оставил, то есть, я оставил вот эти вот такие прорезиненные боковины, потому что мне удобнее, когда они прорезиненные, когда они не скользят, я оставил стандартные курки, потому что длинные курки мне оказались не особо удобными, у меня как-то палец попадал, там специальные две выемки, одна вверху, другая внизу, а мне почему-то палец попадал как-то в середину, не знаю, может быть, у меня хват геймпада какой-то такой странный. В общем, я оставил стандартные курки, мне с ними удобнее, и взял желтенькую расцветочку геймпада, ну, потому что мне нравится, но она такая не желтенькая, она немного с зеленоватым оттенком. Остановился на раскладке для Xbox, потому что, когда я играл в Звездные войны, кстати, опять же, на этом геймпаде я играл в Звездные войны, мне лень сейчас отвертку доставать, чтобы, вот, я аккуратненько ногтями вынул, когда я играл в Звездные войны, вот такая раскладка Xbox'овская у меня была, и кнопка лечения, она была на верхней стрелке крестовины, то есть, когда я играл, я бежал куда-то, мне нужно было, чтобы полечиться, мне нужно было по-любому убрать палец и нажать, то есть, персонаж останавливался, либо же я должен бежать и вот, и левой, и правой рукой нажимать сюда, было очень неудобно, я из-за этого очень много фейлился, потом я просто быстренько на ходу поменял вот эту вот раскладочку на именно, то есть, очень хорошие магниты, поменял ее на Xbox'овскую, и соответственно, верхняя часть крестовины уже оказалась у меня прямо под этим пальцем, то есть, у меня палец соскакивает, я лечусь и бегу дальше, хоп, хоп, иногда я даже, ну, правой рукой нажимал, мне даже так проще иногда было, вот, вот такие вот небольшие фишки, они действительно классные, единственное, что я не особо понимаю, ну, то есть, я не спрашивал, конечно, хотелось бы задать вопрос, что такое, но он не особо важный, но, а зачем мне заменять вот этот стик, ну, то есть, вот этот, вот зачем мне его заменять, в принципе, да, зачем здесь возможно, то есть, то, что его можно заменить, это классно, допустим, он у вас сломался, и вы его заменили, круто, но, зачем, то есть, сюда же не поставишь крестовину, это дикость какая-то, то есть, вот этот вот момент, я немножечко не понял, ну, соответственно, стики тоже здесь, они откручиваются, и ставятся любые, какие вы хотите, то есть, я поставил вот такие вот, не выпуклые, а вдавленные внутрь, мне они удобнее, они как-то лучше, палец их держит, то есть, не соскальзывает, а наоборот, как-то внутри, да, кстати, сразу подключаете к компу, он распознает у вас компьютер, как аудиоустройство, и вы можете через вход, три с половиной джек, подключить сюда наушники, ну, если вдруг вам нужно, тоже очень удобно, винда сразу его подхватывает, как аудиоустройство, и можно использовать, у меня десятое, если что, на ПК вы подключаете, он работает, как геймпад от Xbox, то есть, кнопки будут видны, там у вас в игре, как будто бы, вот у вас подключен, геймпад от Xbox, а на PlayStation 4, соответственно, как геймпад от PlayStation 4, ну, вот, собственно, и все, я думаю, думаю, все, хотелось бы, конечно, в ближайшее время, увидеть, какие-то новые, там, модули, части, накладки, еще что-то, если что-то такое, прям, суперкрутое было бы, особенно, меня интересует в красной такой расцветке, вот, я бы прикупил себе, потому что, сам геймпад, он уже есть, а накладочки, это не так дорого, прикупить, но вообще классный, то есть, я уже забросил геймпад от Xbox, он мне уже не нужен, у меня теперь этот, и я его использую на ПК всегда, но PlayStation 4 иногда, потому что, соответственно, иногда нужен гироскоп, а его здесь нет, соответственно, к сожалению, приходится переключаться, вообще, я бы хотел полностью перейти на такой, но не хватает гироскопа, что ж, было бы хорошо его увидеть, если они выпустят какую-то новую версию этого геймпада, новую ревизию этого геймпада, ну, и цена, цена, конечно, действительно высокая, это цена, как элитник, иксбоксовский элитник, такая же цена, но мне кажется, он лучше, чем иксбоксовский элитник, потому что, ну, не знаю, не знаю, мне кажется, он лучше, элитником я, к сожалению, не пользовался, вот, что ж, дорогие друзья, ссылка на геймпад, если что, в описании, где его можно купить, я думаю, что кого-то вы можете порадовать под Новый год такой вот классной штукой, я думаю, геймер будет определенно рад, на ПК он играет, или на PlayStation 4 он играет, я думаю, будет рад. Кстати, у меня была дикая идея, вот сейчас, вот буквально секунду назад, а что если подключить его к иксбоксу, он будет вообще распознаваться или нет? К сожалению, я этого не проверил, хотелось бы узнать, но вряд ли, мне кажется, вряд ли, мне кажется, он его не поймет. Ну что ж, друзья, на этом все, надеюсь, вам понравился мой обзор, это была самая долгая тестировка, и она того стоила, действительно, отличная вещь. На этом у меня все, всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok, 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 Продолжение следует...